Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Сегодняшняя тема будет посвящена психоаналитической работе с утратой. К сожалению, в жизни каждого человека наступают моменты, когда мы теряем своих близких, либо через их физическую смерть, либо через разлуку. Но, тем не менее, и первый, и второй вариант настолько болезненны, что порою сам процесс проработки утраты занимает годы и может так и не наступить, и перерасти в хронический процесс горевания. Но прежде чем мы будем разбирать механизмы и технику работы с утратой, хотелось бы напомнить пару слов о том, что такое является эта связь привязанности, какое значение она имеет в жизни человека и почему она настолько важна. Ещё Полби и Эрман в 1922 году говорили о огромнейшем значении, которое имеет связь привязанности. Они говорили о том, что эта связь гораздо важнее всех любых первичных инстинктов и идёт на первом месте перед необходимостью, потребностью в питании, в выживании, в безопасности и так далее. И психолог Полби даже не ставил саму связь привязанности в один ранг с другими инстинктами. Это было в неинстинктивном поле для него, было настолько важным условием вхождения ребёнка в этот мир, что не могло сравниться ни с одним инстинктом. Но было предусловием с его точки зрения для того, чтобы ребёнок мог выжить, мог начать питаться и мог начать бороться за жизнь. Итак, действительно, как мы видим, связь ребёнок и мать, а в первую очередь это связь ребёнка по отношению к матери, устанавливается привязанность, и уже на основе этой связи формируется его отношение с внешним миром. Насколько эта связь крепкая, насколько она безопасна, такими и отношение ребёнка к окружающему миру будет в его уже взрослой жизни. На первых этапах своей жизни ребёнок не проживает мать как отличный от него объект. Он предполагает, что мать — это часть его самого, а значит, не существуют границы между ним и объектом, любимым объектом, то есть матерью. А таким образом, потеря матери, когда, например, мама отлучается от ребёнка на какое-то время, не может быть с ним рядом 24 часа, ребёнок это проживает как утрату самого себя. И даже самая заботливая мать, которая пытается удовлетворить абсолютно все потребности ребёнка, в какой-то момент будет отсутствовать, в какой-то момент она не сможет удовлетворить запрос ребёнка. Ребёнок будет оставлен один на один с этой потребностью нехватки. Ему нужно будет что-то придумывать для того, чтобы вынести эту нехватку. И в такие моменты происходит галлюцинаторная работа, когда ребёнок воображает этот искомый объект, это удовлетворение этого желания своего, и тогда отсутствие матери становится более или менее выносимым для него. Но что говорить о взрослой жизни, когда тот же самый паттерн поведения повторяется в уже сформировавшемся субъекте, безусловно, этот симбиоз мать и ребёнка будет повторяться в отношениях с любимым человеком, когда любимый человек становится неотъемлемой частью нас самих, когда между нами не существуют границы. И в те моменты, когда происходит разлука с этим значимым другим, в эти моменты человек не просто теряет другого, он теряет часть себя, ту часть, на которую он мог рассчитывать, часть, которая выполняла определённые функции. И для него мы знаем такие истории, что после долгих лет жизни уже пары, которые прожили 50 и 60 лет вместе, ну, даже и меньше, при утрате одного из партнёров другой партнёр абсолютно оказывался неспособным управлять определёнными частями жизни, за которые отвечал другой партнёр. Например, приготовление пищи или определённые домашние ритуалы, он просто не способен обеспечить себе эту часть жизни, за которую отвечал другой партнёр. И, естественно, в таких случаях утрата другого человека, значимого другого, влияет абсолютно на на все аспекты реальной жизни другого партнёра. Он становится даже в чём-то инвалидом, неспособным обеспечить своё собственное функционирование, поскольку рассчитывал постоянно на другого партнёра. Это симбиотическая связь, которая начинает развиваться ещё в самом начале пути ребёнка, самые первые годы жизни, также в себе подразумевает формирование и двух других инстанций. Это первичный нарциссизм, а также первичная идентификация. То есть на этом этапе, когда ребёнок находится в симбиотической связи с матерью, он также формирует свой первичный нарциссизм, он ощущает, что он является центром Вселенной, и все его желания удовлетворяются по одному его крику. И также происходит процесс первичной идентификации, когда ребёнок идентифицируется с матерью. Какая мать является по отношению к нему, такой тип отношений он выстраивает и с ней, и с самим собой, а значит, и с миром. Если мы говорим о утрате, когда происходит утрата близкого человека, с которым была сформирована связь на подобии симбиотического отношения, безусловно, это затрагивает и первичный нарциссизм, и первичную идентификацию. И человеку очень трудно начать жить самостоятельно. Это действительно очень трудоёмкий процесс с точки зрения психологической работы, но, тем не менее, не невозможный. Но для этого необходимо инвестировать все психологические силы для того, чтобы пройти, прожить период утраты. Итак, в чём же заключается работа утраты? В первую очередь необходимо поддержать сверхинвестирование человека, который находится в скорби, в любимый объект. То есть эта работа происходит через то, что человек очень много говорит, приносит воспоминания, вспоминает истории из своей жизни и жизни утраченного человека или человеком, с которым произошла разлука. Таким образом он создаёт репрезентацию. То есть этот объект уже не ищется извне, этот объект уже находится внутри, и горюющий человек пытается его отнайти внутри. И чем больше рассказов, воспоминаний будет привносить пациент в сеанс, тем более качественной и более продуктивной будет работа с утратой. Таким образом, это поможет интернализировать объект, то есть поместить его вовнутрь, не ожидать его извне, а он уже будет по истечению работы скорби, этот объект будет находиться внутри. И в процессе работы с воспоминаниями, с историями, работа, которая, кстати, очень напоминает работу сновидений, то, что бессознательно, автоматически делает во сне работу смещения и конденсации, ту же самую работу необходимо проделать с горюющим человеком. Когда человек сможет проинтернализировать объект, следующий этап — это создание идентификации. Идентификация — идентифицироваться с утраченным объектом в чём-то. Таким образом, этот объект будет находиться всегда с человеком, который проживает утрату, определённый стиль поведения, определённые фразы, способ отношения к определённым вещам. Тогда, когда эта идентификация произойдёт, тогда наступит тот момент, когда искать уже этот любимый объект во внешней среде не будет необходимости, потому что он уже внутри себя находится, и необходимо заглянуть внутрь для того, чтобы быть уже в чём-то, как тот утраченный любимый объект. И вопрос сепарации, отделения от объекта, мы уже говорили о том, что это симбиотическая связь, в которой находятся два индивидуума, даёт возможность им функционировать как единое целое. Так вот, в работе по утрате необходимо поддержать процесс сепарации, разделить, как раз отнайти эти два «я», не двоя, которые могут и должны функционировать отдельно, что утрата другого человека — это не означает утрата меня самого. И я должен отнайти себя, должен сепарироваться и установить новый способ отношения к утраченному объекту. Таким образом, можем подытожить, что работа по утрате подразумевает несколько важных аспектов. Первый — это поиск этого любимого объекта не внешний, а внутренний, через интернализацию этого внутреннего объекта. Второй пункт — это сепарация моего «я» от «я» другого, разделения нашего симбиоза. И следующий этап фазы — это процесс, который происходит в скорби, это идентификация меня с определёнными чертами этого объекта, которые я могу с собой забрать навсегда, они будут навсегда помещены в меня, у меня уже не будет необходимости искать эти качества извне. Но это базовая схема работы с утратой. Как мы знаем, что не каждое горе, возможно, поддаётся работе по такой схеме, хотя это классическая схема, по которой любое проживание горя и работа с горем проходит. Тем не менее, ещё Фрейд говорил о том, что прежде чем он приступал к работе с утратой, он спрашивал пациента, насколько хочет ли этот пациент жить без любимого объекта или нет. Если ответ был утвердительным, что да, он хочет жить, тогда Фрейд начинал работу по сепарации, идентификации и так далее. Но если человек говорил о том, что он не видит просто своей жизни без этого другого, настолько этот симбиоз плотный и даже желания нету его разорвать, тогда Фрейд к работе с такими случаями не подступал. На этом видео подходит к концу. Возможно, у вас будут вопросы, я готова на них ответить через почту либо же через комментарии внизу этого видео. До свидания.